Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свою программу. 11 часов утра в городе Чикаго, 9 часов утра в Лос-Анджелесе и 19 часов в Москве. Четверг, 1 ноября и, как всегда, по вторникам в этот час у нас на связи Лос-Анджелес доктор Борис Увайдов. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать на территории Соединенных Штатов, обращаясь к нашим радиослушателям. Доктор совсем недавно приехал из путешествия Россия-Украина, куда он был приглашен поделиться опытом своих исцелений и своих методик, благодаря которым огромное количество людей уже получило выздоровление и которые все больше и больше пользуются советами и рекомендациями доктора Бориса Увайдова. И сегодня у нас тема нашей программы – это сердечно-сосудистые заболевания. Ну, как, что и почему. Доктор, вам слово. В настоящее время по всему миру, особенно в Америке, число сердечных заболеваний катастрофически увеличивается. Значит, по смертности, по статистике от заболевания сердечно-сосудистой системы умирает, значит, более миллиона людей. И, значит, болезни сердечно-сосудистой системы, они как бы вышли на первое место. На втором месте рак. Раковые, онкологические болезни. И такая большая эпидемия, особенно в Америке, имеет, конечно, причины, почему такая большая эпидемия. Значит, болеет средний возраст, молодой возраст, 35-40 и выше, вот, и умирает молодой возраст. Хирургические операции спасают людей от смерти, вот, но не возвращают здоровья. Значит, какие главные причины? Прежде всего, есть психологические, психические причины. Это стрессы, это неудовлетворенность жизнью, это полное отсутствие главной цели жизни. Вот, работа связана с тем, что человек не хочет и не может работать, но нужно работать и зарабатывать деньги. То есть, нелюбимая работа. Большинство людей едут на работу и ненавидят этот труд с утра до вечера, за который надо расплачиваться ценой здоровья. Значит, психологические проблемы нужно решать на другом уровне. Не только психологические, но и парапсихологические, то есть, выбирать главные причины. Вот, человека надо научить, как быть доволен тем, что он есть. Если ему так ненавистна эта работа, значит, надо поменять каким-то образом на другую работу, по мере возможностей. Все это можно сделать. Физиологические проблемы – это, как мы уже знаем, неправильное питание, неправильное питье, малоактивный образ жизни, это неумение комбинировать пищу, отсутствие элементарных знаний о питании. Естественно, вот этот неподвижный образ жизни ведет к ожирению. Ожирение ведет к закупорке, нарушению обмена веществ, скоплению большого количества слизи, холостерола, биорубинов, нарушает обменные процессы в обнутренних органах, включая печень, селезенка, желчный пузырь. Постепенно человек зашлаковывается, и там, где тонко, там рвется. Значит, если говорить о сердечно-сосудистых болезнях, то вот эти сосуды и мелкие, средние, большие сосуды сердца, они начинают закупориваться с детства. Этот процесс идет медленно. Незаметно, никаких проблем нет. Зашлаковка идет до тех пор, пока у человека не появляются первые клинические признаки. Это может быть какие-то тупые боли в области сердца, которые отдаются в левую сторону, в лопатку, в левую руку. Это и есть проблемы, которые называются, болезнь, которая называется стенокардия или грудная жаба. Значит, это первое. Это и есть, как бы, болезнь, которая может кончиться инфарктом миокарда. Что такое инфаркт и что такое грудная жаба? Стенокардия или грудная жаба – это и есть закупорка мелких артерий в сердце. Вот Поль Брэд написал хорошую книгу, видите, «Your Heart, Cardiovascular Heart and Fit and NIH». Значит, он мастер восстанавливать здоровье не хирургическим, не химическим путём, а путём устранения главных причин. Как восстановить сердечно-сосудистую систему? Значит, он говорит ясно, что главные проблемы начинаются не в сердце, они начинаются в желудке, в желудочно-сосудистую систему. При неправильном питании получается очень много слизи и клейкой массы, которая идёт от всего мучного. Эта клейка, клейкевина, которая идёт от всего мучного, она вместе со слизью даёт распространение размножения разных вирусов, бактерий, паразитов, включая глистов. Это их пища. Вот эта пища их кормит. Эти глисты распространяются, развиваются, эти бактерии, они зашлаковывают, засоряют мельчайшие и мелкие кровеносные сосуды в области сердца. Вот. Вот есть такой паразит, называется флюк. Он паразитирует в крови, в печени, в серезёнке и в сосудах сердца. И, естественно, там нарушаются обменные процессы, получаются воспалительные процессы, и начинаются вот эти сердечные болезни, уже выраженные клиникой. Значит, десятки лет все тесты, которые делают ортодоксальная медицина, ничего не показывают до средних и запущенных процессов. А потом начинается медико-ментозное лечение, которое заканчивается различными другими проблемами. То есть, это не восстанавливает здоровье. Нужно убирать главные причины. Так вот, великий академик Залманов, у него была своя система восстановления здоровья и всяких различных проблем сердечно-сосудистых болезней. Это ишемия, это пороки сердца, это тахикардия, это аритмия. И эти все болезни лечатся, ну, практически очень просто. и если все исполнять, как он говорит, то можно восстанавливать здоровье миллионам людей. Но, однако, мало кто говорит об этом. Значит, очень простые методы. Первый метод, это диета Бельхенбенера. Значит, у человека, если забыршенный вес, ему срочно надо худеть. А что заключается? Это овощи, фрукты, ягоды 45 дней. Больше ничего. Можно сокового газета добавить, луково-чесночный суп. Вот и все. Дать физиологический покой. Второе, проводить одновременно... Доктор, я вас перебью на секундочку. Когда вы говорите о фруктах, овощах, ягодах, не имеет значения о том, что сегодня это все синтезировано, то есть, это не органические вещи, ни фрукты, ни ягоды, ни овощи. Те, которые мы покупаем в магазине, там содержится огромное количество нитратов, нитритов и так далее. Ну, кто живет в Америке, должен знать, что в Америке можно купить нормальную еду, но это будет стоить намного дороже. Вы имеете ввиду whole food? Whole food, да, там есть, конечно, продукты, которые содержат, может быть, на 80%, на 50% меньше пестицидов и гербицидов. Мы никак не можем пробелить. Единственное, как можно уйти от этого, это самому выращивать из семян, которые не облучаются. Допустим, если они облучены и потом выросли на хороших удавлений, это тоже уже не норма. Потому что норма была 100-200 лет тому назад. Когда мы ели нормальную пищу. Сейчас нигде по всему миру не найдешь такую качественную еду. Но нам нужно сделать все возможное, чтобы убрать максимальное количество общения. То есть, из двух зол, короче говоря, выбирается меньше. каждый человек должен сам понять, как это важно. Вот еще один вопрос, имеющий отношение к тому, что вы говорили. Вот это клейкое масло, то, что сегодня называется глютен, но раньше вообще такого понятия, насколько я помню, не было. То есть, не было такого понятия глютен, глютен. Сейчас все стало, вдруг ни с того, ни с сего стало глютен. Почему? Это буквально несколько лет. Это уже десятки лет. Я понимаю, что это существует, но население об этом как бы не знало и нигде это не писали в магазинах о том, что вот это без глютена, это с глютеном. Опять же, как это проверить? Ну, вопрос, ладно, как проверить, составим. А откуда вот это все взялось именно? Десятки лет известно. Ну, хорошо. А до этого чего, не было этого? Было непонятно, что это нельзя было есть? Дело в том, что в аграрной России этого вообще не было. Сто лет тому назад была нормальная пища. Сейчас ее делают рафинированной. И все рафинируется. Ну, допустим, жарной хлеб можно есть, да? Потому что там меньше глютена. Но есть в жарном хлебе. Но сейчас мука рафинируется, значит, все, что от белой муки, это все клей. Это все, что дает болезнь. не только сердечно-сосудистые, масса других, сотни-сотни других болезней. Масла рафинируются, их вообще нельзя трогать. Все масла, они рафинируются и делаются, и молочные продукты, что они делают? Гомогенезейшн. А все масла гадрогенезейшн. Это уже яд. Это уже вообще нельзя трогать. Но я не говорю, что все масла плохие. Каждому человеку нужно отделять, что есть хорошо, а что есть плохо. И это целая наука. Как есть, где покупать, как соединять пищу, это все обучается. Я могу только научить. Я ничего не могу изменить, но я могу научить человека, как восстанавливать здоровье. И вообще, если так говорите, допустим, заболел человек с сосудистой болезнью, у него стенокардия. Так вот, мы продолжим, как лечил академик Залманов эти болезни. Значит, первое это диета, второе это гимнастика, вот, разные, может быть, даже и йоговская гимнастика. Кто-то должен вести этого человека. Вот, потому что, как обычный обыватель, ничего не понимая о здоровье, может неправильно что-то делать, и будет, кроме ухудшения, ухудшение. Вот, но вот это ухудшение тоже может быть, и это может называться хиринкразис, это нормально, но он должен быть под наблюдением. Дальше, после диеты, идут различные процедуры. Например, грудные компрессы или грудные обертывания из четырех полотенцев. Я это обучаю, и у меня есть DVD, которые я посылаю, там все подробности, вот, как делать вот эти обертывания, как это делать компрессы. Когда делаешь компрессы, четыре махловых полотенцев, и потом еще бальковые полотенца, вот эти все миллионы капилляров, которые были в закрытом состоянии, они начинают открываться, и сердце начинает оживать, как будто мы поливаем кровью, хорошей, чистой кровью, вот, и человек начинает оживать, и боли, которые у него были, начинают проходить. Это надо делать или каждый день, или два раза в день, или три раза в день, все по показанию. Вот, третье, это надо обогревать грелкой печени, четвертое, вот, это делать надо, значит, манипуляции на животе, как делать массаж, это я показываю, работать вокруг пука, вся эта абдоминальная, как называется, кора практика, все это очень важно, я показываю прямо, вот, как мы с тобой сейчас видим, я показываю руками, как делать манипуляции и тренировать человека, он, как бы, сам это может делать утром и вечером, дальше, как работать с позвоночником, и массировать, и делать массаж, значит, шею, и шейные позвонки, и позвоночник, вот, дальше идут такие приемы, вот, допустим, вот, болит сердце, что нужно делать? Первое, это надо, значит, просто взять коньяк, этот коньячок, там, две чайные ложки на рафинировый сахар и под язык, действие, значит, сосудорасширяющее, которое заменяет нитроглицерин или его ряду, вот, вот, пожалуйста, сам коньяк, хорошего качества, прекрасно заменяет, дальше, допустим, боли продолжаются, что надо делать? нужно взять горячую воду, ведро, такое, глубокое ведро, туда размешать горчицы, столовую ложку, положить левую руку, а правой начинать массировать, и сама горячая вода начнет процесс, рефлекторно, будет расширять сосуды, сердечные сосуды, и боль будет уменьшаться, и даже пройдет. Третье, можно положить лед на затылок, вот, на 5 минут, на 10 минут, и положить на грудь, и после этого надо менять грелка и лед, грелка и лед. А если у человека аритмия, тахикардия, и тем более человек возрастной, как правило, это бывает, что тогда надо, вы рекомендуете делать? Вот, есть то же самое имеется сбор трав, который может помогать очень хорошо. Ну, а вот это то, что вы рассказывали до того, это тоже можно, да? Да, конечно, вот надо сразу лед поставить на затылок и поставить на грудь, сразу ему станет легче. Надо делать массаж глаз и надавить как следует на глазные яблоки, и это рефлекторно тоже будет способствовать нормализации ритма. Вот этот ритм, это все идет от того, что в желудке скапливается большое количество вирусов, бактерий, паразитов. Вот они, когда умирают, когда умирают, они вырабатывают очень много ядов, которые идут в кровь. Вот эти газы, вот 50-60% всех сердечных заболеваний идут от желудка. Эти газы, они как бы поднимают диафрагму, и сердцу очень тяжело бить, сокращаться. И повышенное давление тоже от этого. Совершенно верно, да. Вот эти газы, они, это есть признаки того, что это могут быть главной причиной. И потом, когда, значит, желудок, он расширенный, он выходит из орбиты, он, диафрагма, уже не может двигаться правильно при дыхании. И это тоже нагрузка на сердце. Это тоже дает аритмию, это тоже дает сердечные болезни. Значит, это надо знать, как убрать эти вирусы, бактерии, паразиты, которые присутствуют в желудке. Вот. Очень важно. Поэтому аритмию, не сердце только надо лечить, а нужно лечить все другие внутренние заболевания, которые начались с желудка, с печени. Еще один из главных факторов сердечных болезней, это недостаточно щитовидной железы. Вот. Значит, у ортодорсальной медицины есть только тесты, выявляющие среднее запущенное состояние. Начальные фазы проблем щитовидной железы у них нет. Я говорю везде, у меня есть ролики, каким образом дома определить, насколько работает щитовидная железа. От этого зависит обмен веществ, от этого зависит гормональная система женщины и мужчины, и все болезни, женские, мужские, связаны, и сердечные болезни связаны с недостатком щитовидной железы. Вы имеете виду активность? Ну, конечно. Вот наши русские врачи... Гипогликемия, да? Нет, гипофункция щитовидной железы. Гипофункция щитовидной железы. Значит, все вот эти аутоиммунные тиреидиты, гиперфункции, гипофункции, причина одна, недостаточность йода, микро-макроэлементов и питательных веществ, кислорода. Вот синий йод, значит, русские врачи еще в 50-х, 60-х годах всем назначали синий йод. Сделать его очень просто. Все это делается у себя дома, с большим эффектом. Это самый высший антибиотик, антисептик, антисферосфический препарат и восстанавливающие функции щитовидной, паращитовидной железы. Потому что все железы нуждаются в микро-макроэлементах и в йоде. Но если его не хватает, то все будет буксовать. Вот так вот борьба с холестерилом вот тоже это прелематично и искаженная информация без холестерола человек может быть импотентом. Потому что из холестерола урабатываются женские и мужские половые гормоны. Вот поэтому холестерол нужен. Но избыток не холестерола, конечно. И вот эта слизь, которая идет от непереваренной пищи. А почему плохо переваривается пища? Не хватает кислоты. И когда мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, врач должен обследовать всего человека и выявить слабые стороны, где организм буксует. Так вот, эта пониженная кислотность, это тоже бич человеческого общества. Допустим, 40 лет у него уже в два раза будет меньше соляной кислоты в желудке. А это главный фактор расщепления белковой пищи. И это очень важно. 60 лет у него вообще одна третья будет кислотности или вообще не будет. И как у него будет расщепляться пища? Вот, поэтому нужно обследовать человека и начать восстанавливать ступень по ступень все вот эти физиологические проблемы, психологические проблемы. Вот, и мозг не может функционировать правильно, если у него густая кровь. А у нас, благодаря тому, что мы конторские работники, сидим, постоянно застаивается кровь. Это получается венозный застой. И если его не убрать, значит, тоже никакого пользы не будет в лечении. Надо разжижать кровь. Но я расскажу, как разжижается кровь. Есть такие травы, которые потрясающе разжижают кровь. Без всякого аспирина. Это желтый клей. Называется он мирилотус. А в народе, на русском языке называется донник. Желтая трава такая. Это самая медоносная трава, которую любят пчелы. Донник. Он бывает и белый, и он бывает и желтый. Я стал на севере Аризона. Здесь он тоже растет, в Калифорнии, на севере Калифорнии. Очень потрясающе помогает. Мало того, она действует как успокаивающая. Обязательно надо ягоды боярышника, листья и цветы боярышника. Это исконное лекарство народное, которое лечит все сердечные болезни. Вот, тоже хорошо разжижает кровь и тонизирует сосуд. Дальше идет корень валерьяны, обязательно пустырник, он нормализовывает давление, пустырник. Красный клевер потрясающе разжижает кровь. Гвоздика, душица, потрясающе разжижает кровь, очищает кровеносные сосуды. Вот, календула действует противовоспалительно и все это сборы, подорожник, окопник, видите, сколько мать природа создала лекарств, а человек, вот, как слепой крот, вот, крутится вокруг, топчет эти целебные травмы и не применяют, потому что не знали. вот, значит, вот этот сбор можно пить и это здорово помогает от всех этих сердечных проблем. У меня был один сосед, он 10 лет болел стенокардией и очень-очень страдал, он был преуспевающий бизнесмен, это еще до отъезда в Америке. И вдруг я его встречаю, он мне говорит с улыбкой, говорит, ты знаешь, я десятки лет страдал, потом разочаровался в официальной медицине, пошел к травнику, он мне дал 30 трав, я стал принимать и стал держать диету, особенно, я запомнил, он мне сказал, никаких жиров, растительное масло, не принимать с пищей. я не понимал, почему так. Вот, и сливочное масло убрал, дал ему диету вегетарианскую, и он говорит, в течение полгода, я сейчас уже пробежку делаю, никаких болей, все нормализовалось. это было 40 лет тому назад. Сколько людей я восстановил сердечно-сосудистыми болезнями, вот, применяя эти простые техники, этих великих ученых. Ну, что сказать, здорово, здорово. Дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям, напоминаю о том, что мы ведем передачу с доктором Борисом Увайдовым, доктором, почти 45-летним стажем врачевания, относящимся к тем людям, которые, вот, старая плеяда русских докторов, имеется в виду, старая, пользуясь старыми или забытыми сегодня, конечно, вещами и знаниями, мы все прекрасно представляем, что сегодня современная медицина делает с нами, не отметая при этом, конечно, достижения ее, но тем не менее, солнце, воздух и вода, как раньше говорили наши лучшие друзья, это правда, потому что химия, к сожалению, губит очень много, и в том числе, без сомнения, наше здоровье, поэтому, если у вас какие-то есть или будут вопросы, к доктору Уайдову в Центр Сангейс, пожалуйста, обращайтесь к нам, у доктора очень много, он упоминал сегодня об этом, очень много литературы, очень много видео, которые он создал по разным функциям, по разным функциям нашего организма и болезням, и вот читая отзывы радиослушателей, где выдаешься, почему это не востребовано в полной мере, поэтому обращайтесь, мы вам дадим такую возможность с этим ознакомиться. Доктор, большое вам спасибо за ваше время, за все то, что вы делаете, за то, что вы помогаете людям обрести вновь уже, казалось бы, утраченное напрочь здоровье, так что, дорогие друзья, мы будем продолжать наши программы, которые сегодня выходят у нас по вторникам, и время в эфире, это 11 утра по времени города Чикаго, или 19 часов по московскому времени. Большое спасибо вам, Борис, ну и до новых встреч, будем надеяться, что будут у нас отзывы к вам обращаться. Здоровья вам! Благодарю всем, друзья! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok